МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласитесь, немало. Проблемы в сферах образования, здравоохранения, обеспечения правопорядка и законности. А у многих проблемы начинаются уже не выходя из дома. Протекают кровли или подъезд давно требует ремонта. Это своего рода как снежный ком. 3, 5, 7, а то и больше лет на ЖКХ внимания не обращали. Важнее было создать картинку. Больше наводили красоту внешне. А коммуникации, канализация, инженерные сети? Их же никто не видит. Зачем тратить деньги? Этим вопросом вплотную занялись лишь с прошлого года. И сколько теперь понадобится средств? Хватит ли денег в городском бюджете? Много ли многоэтажек требуют ремонта? И как формируются списки первоочередных? Давайте разберемся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Полевой. Здравствуйте, Сергей Яковлевич. Здравствуйте. Вот с чего хотелось бы начать. Не так давно здесь на вашем месте у меня в гостях был профильный заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Бородай. И я ему задала вопрос. Хотелось бы знать, насколько в одном направлении вы оцениваете состояние жилищно-коммунального хозяйства Запорожья, если брать, например, по пятибальной шкале. Какую бы вы оценку поставили нынешнему состоянию ЖКХ? Троечку. Твердую? Думаю, да. На данный момент, делом в том, что все прекрасно знают, все мы живем в многоэтажных домах. Ну, я, по крайней мере, живу так же, как и многие жители города в многоэтажном доме. И, в общем-то, так же, как и все, сталкиваюсь... А какие проблемы есть в вашем многоэтажном доме? Мне интересно, у директора департамента ЖКХ, допустим, протекает кровля, ремонт в подъезде. Какие проблемы в вашем доме? Ну, в разное время бывало разное. И кровля протекала, в общем-то, и сети необходимо менять. Ну, масса вопросов всех. Все те же вопросы, которые у любого жителя города. Ну, как я говорила в начале программы, наверное, я так думаю, исключительно мое субъективное мнение, что накопились вот эти проблемы, допустим, подвалы затопленные, да, из-за того, что в основном всегда делалось то, что для картинки, визуально виднее раньше, да, там, мы могли подремонтировать дом, там, скамеечки установить. А коммуникации сети зачем? Ну, из этого же пиара не сделаешь, да? И долгие годы это просто забрасывалось. И инженерные сети, коммуникации, это не менялось. И я так понимаю, это главный бич на сегодня? Ну, смотрите, если будет интересно, то в нашем городе на сегодняшний день 4260 многоэтажных, многоквартирных домов. Ну, я не считаю, естественно, частный сектор. Вот. Ну, и специфика нашего города такова, что основная масса этих домов, она строилась где-то в период с 1946 года по 70-е годы. Вот. Соответственно, ну, можно представить о том, что самым молодым, так скажем, домам, всем уже порядка, там, 40-45 лет. Вот. И учитывая то, что срок, нормативный срок эксплуатации домов до капремонта, это где-то 25 лет, ну, вот, несложно себе представить, в каком состоянии все это находится. Так. И если брать, например, в процентном соотношении, ну, чтобы понять, вы сказали, больше 4000 многоэтажек, допустим, за 100%. Какой процент из них требует вмешательства коммунальных служб? Ну, в основном, в разное время, ну, абсолютно все дома требуют вмешательства, поскольку время идет, и для того, чтобы дом функционировал как положено, необходимо прикладывать силы, средства, в общем-то, и выполнять те необходимые регламентные работы, которые предусмотрены. Причем тут, наверное, ситуация такая же, как с ремонтом дорог. Уже латанием дыр особо ситуацию не спасешь, нужно переходить на капитальные ремонты. И вот мне нравится, что начали еще комплексно подходить. Допустим, ремонтируется дом, тут же придомовая, вся картина меняется совершенно, и дорога ремонтируется. Ну, дороги, я понимаю, это к другому департаменту. По капитальным ремонтам, если говорить о серьезных ремонтах, программа какая-то есть, или это так, обратились, сделали, обратились, сделали, или системно идет работа? Нет, есть программа, и она, в общем-то, ну, я считаю, что большая, она в два раза больше, чем была в прошлом году. Если, ну, к примеру, скажем так, если в прошлом году выделено было из городского бюджета 267 миллионов на капитальные ремонты, то в этом году 406 миллионов выделено. И, соответственно, в прошлом году, если мы смогли отремонтировать, ну, по разным видам крыши, сети, там, выборочные ремонты, то есть это отмостки, там, и так далее, 523 дома, то в этом году планируется более 1200 домов отремонтировать по капитальному ремонту, ну, по разным видам, опять же. На что больше упор? Кровли, инженерные сети, лифты? Что в более заброшенном состоянии или как-то равномерно? Ну, скажем так, у каждого дома есть своя какая-то проблема, есть комплексные проблемы, и мы стараемся подходить к вопросу так, что на данный момент убираем самое кричащее. То есть, ну, что в наших домах самое основное? Это крыша, чтобы не протекала, потому что идет разрушение дома и квартиры из-за этого. И сети, соответственно, потому что идет подмокание фундамента, и, ну, не может дом в таком состоянии нормально функционировать. То есть это основное. А какие районы выделили бы как самые проблемные именно по состоянию жилищно-коммунального хозяйства? Да, вы знаете, во всех, во всех районах есть... Наверное, больше старой застройки, Александровский, в Заводском, Ветхая Жилища. Да, ну, так нельзя выделить. Во всех районах, в принципе, в домах, где есть постройки любых лет, и старых домах, и, ну, и относительно новых домах, везде свои проблемы. И нельзя сказать, что где-то вот район там без проблем, а где-то там их много. Не знаю, больше, наверное, привычно так считать, да, что больше проблем в Заводском районе. Но Заводский район лидирует именно по ветхому жилью, если я не ошибаюсь, да? А что с ветхим жильем? Там как-то возможно спасти ситуацию? Понятно, что жилье не строится сейчас. А помочь тем людям, которые живут в ветхом жилье? Да, мы сейчас разрабатываем определенные мероприятия. Я думаю, что в результате появится программа по ветхому жилью, поскольку на сегодняшний день не работают программы, которые... Государственные. Государственные, да. должны быть в этом отношении. Приходится городской власти, в общем-то, брать это в свои руки и решать проблемы жителей, потому что, ну, в таких условиях, в которых люди оказались, ну, очень-очень сложно жить. Только в государственном бюджете средств побольше? Город сам не вырулит? Да, ну, я не могу оценивать, конечно, но я считаю, что государство должно обратить внимание на эти проблемы, потому что она на самом деле серьезная, и это не один, не два дома, по крайней мере, вот в условиях Запорожья это больше 300 домов таких. А вот еще одна проблема, на которую я обратила внимание. У вас было выездное совещание с городским головой в Заводском районе, в том же улице Историческая, 39-й дом, если я не ошибаюсь, это общежитие. Да. Общежитие тоже полно проблем, люди жалуются, обращаются, а жилье-то было ведомственным. Как получается, жилье принадлежало определенному предприятию, я не помню, какое там предприятие, передавало городу в свое время, не ремонтируя при этом ничего, да? Много сейчас таких? Да, это было ведомственное жилье. Этот дом принадлежал к Аксахимзаводу. В 2006 году этот дом был передан на баланс города без каких-либо капитальных ремонтов. Хотя было бы правильно при передаче, скажем так, с баланса на баланс, выполнить какие-то необходимые работы для того, чтобы дом мог дальше существовать. И, собственно, те проблемы, которые мы имеем на сегодняшний день, они, в общем-то, спровоцированы как раз той ситуацией. Ну, раз уж мы затронули именно этот адрес, и я помню, люди там действительно очень взволнованы, давайте расскажем им, что будет именно в их доме происходить. Сейчас, если я не ошибаюсь, там водоканал выполняет свои работы по вводу в дом. А что в самом доме? В самом доме мы будем менять, согласно плана капитального ремонта на 2017 год, мы будем менять инженерные сети, водоснабжение, канализование. То есть полностью все сети, которые находятся в подвале, это холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, отопление. То есть все будет меняться полностью на пластик. Это будет... То есть мы вот сейчас где-то к концу июня закончим проектирование. Вот. И в течение лета, я думаю, что за вот июль, начало августа мы выполним эту работу. А по кровлям? Сейчас ремонтируются кровли с применением каких-то новых технологий, если не ошибаюсь. Расскажите о них. В прошлом году, например, мы выполняли капитальные ремонты крыш шиферных, меняли шифер на шифер. И столкнулись с тем, что буквально через месяц-два поступают вновь заявки от жителей. Вот течет. Мы говорим, ну как течет? Ну только же выполнили капитальный ремонт. Направляем комиссию на дом. Оказывается, что интернет-провайдеры... Ну вот там антенны устанавливают. Да, устанавливают антенны. Перемещение по крыше вызывает на шифере трещины. И, в общем-то, капитальный ремонт как бы... Поэтому в этом году принято решение. Мы рассматривали разные материалы, но остановились на металлочерепице. Вот. Это металлический лист, который профилируется методом холодного давления, оцинковывается и покрывается полимерами, что позволит, позволяет его использовать, в общем-то, десятки лет. Эти люди смогут забыть о проблемах протекающих крыш. Ну и это просто эстетично, красиво. Ну, визуально красивее, да, выглядит. А дешевле или дороже эта технология? Дороже. Если говорить о финансовой составляющей, где-то процентов на 20-30, это дороже, чем шифер, естественно. Но если проецировать эту стоимость, допустим, или вообще этот вопрос на годы эксплуатации, то, ну, наверное, будет дешевле в итоге. И, кстати, в тех же двухэтажных домах в Заводском районе тоже выполняются такие ремонты, да? Меняется на металлочерепицу. Все районы закладываются? Да, независимо от этажности... Не так, что только центр привести в порядок? Нет, нет, нет. Просто интересно, как распределяется? Вне зависимости от этажности домов, трех-, пяти-, двухэтажных домов, мы, если идет, если там шиферная крыша, и она стоит в плане капитального ремонта на 2017 год, то мы меняем ее на металлочерепицу. Мы не смотрим на этажность, на район, на год постройки дома и так далее. Сергей Игоревич, а ситуация с лифтами? Очень много лет была проблема. Это насколько сегодня она острая? И чему отдаются больше предпочтения? Замена лифта в ремонт, модернизация? Кто этим занимается? Есть и такая программа. Значит, в 2017 году на капитальный ремонт лифтов выделено 100 миллионов из городского бюджета. Существенно. Да. За эти деньги мы планируем отремонтировать 200 лифтов, может быть, даже чуть больше, в зависимости от того, как там будут торги проходить. Если будут экономии, мы будем добавлять сэкономленные деньги в еще дополнительные ремонты лифтов. И 10 миллионов – это так называемый малый капитальный ремонт лифтов. Отличается он тем, что при малом капитальном ремонте лифтов выполняется замена обшивки кабины, выполняется замена приборов безопасности, тросов и так далее. При большом капитальном ремонте лифта выполняется замена крупных узлов и агрегатов, тросов, тех же приборов безопасности и вплоть до замены кабин полностью. И через какое время, по практике, исходя из вашего опыта, потом эти кабины следует менять вновь? Потому что раньше была такая проблема – заменили кабины, и уже на следующий день они или разрисованы, или сожгли кнопки. У нас продолжается эта порочная практика в Запорожье? Да, у нас продолжается. К сожалению, дело в том, что даже могу привести пример. Волгоградская, 26, в 16-м году, совместно в 15-м и 16-м году выполнялись на этом доме разные капитальные ремонты на общую сумму где-то порядка миллиона гривен. В том числе и замена лифтов. В этом году поступили жалобы от жильцов дома. Вот у нас проблема. Мы отправили комиссию на этот адрес и посмотрели, что один лифт сожжен, второй тоже находится в ужасном состоянии, расписан, попалены кнопки. То есть, ну, невозможно совершенно выполнять капитальный ремонт, если жители сами, то есть люди, которые там живут, в этих домах, они не ценят то, что для них делает городская власть. То есть одни жгут, другие приходят, жалуются. Ну, невозможно же менять каждый год лифт или обшивку лифта. Это деньги из бюджета города, это деньги жителей города. А как с этим бороться? Я не знаю, вызывать полицию? Ну, это реально побороть как-то? Да, я думаю, полиция не всегда справится в этих ситуациях. Я думаю, здесь сами жители домов должны, ну, как-то обращать на это внимание. И понимать, что это не только квартира, но и то, что в подъезде и лифт, это тоже их собственность. Да, да. У нас почему-то считается так, что вот квартира моя приватизированная, а лестничная клетка, ну, то есть, это же совместная площадь, та же приватизированная всех, которая на праве совместной собственности принадлежит всем жильцам. То есть, ну, если мы разрушаем что-то в подъездах, или жжем лифты, или там рисуем на стенах, ну, это то же самое, что в своей квартире это сделать. Ну, к сожалению, видите, пока не все это понимают. Как говорится, готовься они летом, готовите ли вы, речь идет об отопительных системах, потому что зачастую так происходит, начинается отопительный сезон, и тут же начинаются порывы в сетях. К это существует программа в городе, чтобы минимизировать количество этих порывов в начале следующего отопительного сезона? Да, на данный момент проводятся с мая месяца регламентные мероприятия, которые необходимо сделать. То есть, это и гидравлические испытания, идут системы, и замены, и ремонты, и плюс есть программа в этом году, это 646 домов на 11 миллионов гривен, будет концерн, или точнее уже выполняет капитальный ремонт и концерн теплосеть. То есть, запуск отопления в прошлом году показал проблемные вопросы, проблемные дома, где очень сложно было запустить отопление из-за того, что при подаче теплоносительного постоянно происходили порывы или не работала запорная арматура, либо еще какие-то вопросы. То есть, в этом году вот этой программой на 646 домах уже выполняются капитальные ремонты силами концерна теплосеть. То есть, идет замена запорной арматуры, которая не работает, ну, проще сказать, это вентиля, которые там невозможно ни открыть, ни закрыть для того, чтобы отрегулировать отопление. Идет частичная замена труб, идет замена утеплителя, изоляции. То есть, ну, в общем-то, вот такие работы. Это те дома, на которые выделяли на сессии 11 миллионов, если я не ошибаюсь? Да. Об этом речь идет, да? А раньше занимались этим вопросом? Ну, в принципе, та программа, о которой я сейчас сказал, это впервые. В общем-то, раньше, я знаю, что в прошлые годы была, ну, текущая подготовка к отопительному периоду, какие-то мероприятия входили, но сложно сказать, как это выполнялось. Это не такой масштабный подход, наверное, поэтому вот такие порывы последние. Сейчас мы, в общем-то, применили такой системный, комплексный подход, благодаря тому, что мы анализировали весь отопительный прошлый период, проблемы, которые существовали, в общем-то, и вот и родилась такая программа. 646 домов, вы сказали, да? Скажите, а это дома только те, которые находятся в коммунальной собственности города, или сюда же включали и ОСМД, или вы объединились и сами решаете свои проблемы? Нет, ну, там есть разные дома. Я вам сейчас не назову, наверное, сколько тех или других. Но ОСМД там присутствует? Ну, конечно, обязательно. А в целом поддержка города ОСМД? Я бы вот хотела понять, на законодательном уровне, что говорит закон? Городская власть обязана финансировать дома ОСМД? Ну, как? Нет. Городская власть не обязана финансировать дома ОСМД. Дома ОСМД – это частная собственность, это... Ну, первое, люди создали, ну, скажем, юридическое лицо, организовали общество совладельцев многоквартирного дома. И есть дома, которые сейчас в этом статусе и остались, а есть дома, которые взяли дома уже полностью в управление свое. Вот. Ну и как-то вот существуют на сегодняшний день в таком ключе. Но все-таки, тогда, я так понимаю, не бросили, да? Как об этом говорит закон? И помощь какая-то ОСМД идет со стороны города? Ну, обязательно. В части ОСМД в бюджете 2017 года заложено 90 миллионов гривен на капитальные ремонты ОСМД. Эти 90 миллионов распределились на сегодняшний день между 74 домами, которые на данный момент уже выполняют. Ну, кто-то проектирование, кто-то уже там торги проводит, кто-то уже капитальные ремонты выполняет. Но это еще не все. Дело в том, что те дома... Это 90 миллионов, то, о чем я сказал, это те дома, которые взяли дома в управление. Вот. Ну, у нас еще есть ОСББ, которые, как я сказал, создали юридическое лицо, но дома в управление еще не взяли. И они также находятся в титуле капитального ремонта. На них где-то порядка 40 миллионов выделено в общей сложности. Это порядка 90 домов. Тоже ОСМД, как я сказал, но те, которые не взяли дома в управление. То есть вот 90 домов еще на 40 миллионов. То есть суммарно где-то в бюджете 2017 года порядка 130 миллионов должно быть израсходовано для домов ОСМД на капитальный ремонт. Там интересная ситуация получилась. Насколько я знаю, дома, которым выделены средства на ремонт, довольны. Все хорошо, остальные взбунтовались. А мы тоже хотим давать и нам денег. И для этого городской глава собирал представителей ОСМД и поручил вам, как департаменту и профильному задумку, создать координационный совет, если я не ошибаюсь. При горосполкоме координационный совет по решению проблем ОСМД. Было такое? Да. На каком этапе сейчас создание? Ну, 18 мая произошла та встреча, о которой вы говорите. И на данной встрече мэр сказал, что он готов быть сопредседателем в этом координационном совете и попросил общественные организации и представителей ОСМД, которые там присутствовали на этой встрече, консолидировать, скажем так, свои усилия, предложить программу определенную. Ну, в частности, все начинается сначала, то есть создать координационный совет. На данный момент к нам поступают такие разрозненные, вот разных предприятий, разных ОСМД, разрозненные предложения. Давайте сделаем так, а давайте сделаем так. То есть мы сейчас... Ищем золотую середину? Да, ищем золотую середину, пытаемся, в общем-то, систематизировать этот процесс, потому что, ну, если вот все по-разному обращаются, ну, это бесконечный совершенно процесс. Вот, поэтому мы думаем пойти таким путем, что вот у нас семь районов города, мы хотим предложить райадминистрациям, у которых есть отделы по работе с ОСМД, провести, ну, скажем, там, собрания, встречи, какие-то, может быть, там, выборы, и голосования, определить от каждого района, там, по, может быть, два человека. Да, по несколько представителей, ну, так, справедливо будет. Семь районов по два человека, это уже 14 человек, то есть, как бы, ну, не маленькое количество. Ну, больше, наверное, и не нужно, потому что мы видим, что происходит, когда много человек собираются с разными мнениями, как, например, на сессиях Горсовета, да, с разными политическими взглядами, и в итоге консенсус редко находится. Да, есть большое желание создать все-таки, ну, живой рабочий координационный совет, не просто рабочую группу, знаете, для того, чтобы замылить вопрос, нужно создать рабочую группу. Ну, так, вот есть такое мнение. Мы хотим не идти по этому пути, мы хотим создать именно рабочий орган, который будет действительно выполнять свои функции. Сергей Игоревич, к сожалению, эфирное время завершается, но хочу задать вам еще один вопрос. Еще какая проблема существует? Проблем масса в ЖКХ, я думаю, мы еще не раз поэтому встретимся в этой студии с вами. Одна из проблем – аварийная служба. Если я не ошибаюсь, в городе не так много машин, аварийных автомобилей. Что в этом направлении? Нужно же как-то обновлять технику? Да, на данный момент у нас работает по две аварийные машины в каждом районе города. Маловато этого, да? Да, маловато. Ну, Вознесеновском – это единственный район, в котором работает три машины, ну, за счет того, что площадь района очень большая. И, тем не менее, этого недостаточно. Если вы знаете, на майской сессии были выделены денежные средства на приобретение 15 новых автомобилей. Предположительно, это Фиат Добла. То есть современный автомобиль, который позволит улучшить работу. Плюс на этой же сессии были выделены деньги на приобретение инструмента нового, оборудования, для того, чтобы обеспечить более качественную услугу. Плюс эти автомобили будут брендированы красиво. Там будет написано «Муниципальная аварийная служба». Будет телефон нанесен контактного центра 1580. Ну, и мы хотим добавить плюс в каждом районе по одной машине. В Вознесеновском районе, соответственно, будет место трех. Четыре. И, что немаловажно, еще в каждом районе будет по одной бригаде на новых машинах, дневной, скажем так, бригаде, чего не было раньше. То есть это бригады общестроительного направления. Те, которые будут выполнять работы, то есть не только прочищать канализацию, либо еще там какой спектр работы выполнять. А будут заниматься общестроительными работами. То есть, если где необходимо разбить нишу, для того, чтобы добраться до труб, стояков. И потом ее, что немаловажно, восстановить после аварийных работ. То есть вот эти бригады будут заниматься этой работой. Ну, главное, чтобы работали эффективно и максимально оперативно. Для чего, собственно, и создаются аварийные бригады. Еще раз повторюсь, эфирное время завершается. Я благодарю вас за участие в нашей программе. А телезрителям напоминаю, сегодня говорили о проблемах ЖКХ Запорожья и перспективах их решения. У нас в гостях был начальник департамента ЖКХ Запорожья Сергей Полевой. Увидимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин